здравствуйте с вами снова фантом серия заметки о магнитостатике сегодня мы начнем говорить о катушках индуктивности начнем потому что ежели уместить всю информацию полученную в моих опытах по данной теме в одно видео его длительность составит приличное количество часов посему будет выпущено несколько роликов посвященных этим устройством впрочем вскоре вы все увидите сами и так катушки индуктивности они являются основой построения электромоторов генераторов трансформаторов электромагнитов и содержится в огромном количестве разнообразных радиотехнических устройств однако данных измерений на основании которых можно было бы осознанно проектировать катушки максимальной эффективности опубликовано не так чтобы много вернее сказать опубликовано исчезающее мало конечно нам еще со школы знакомы формула расчета параметров катушек из курса физики и они очевидно позволяют разработчикам делать все необходимые расчеты однако наши предыдущие исследования уже демонстрировали что формулы из учебника физики могут быть не всегда точны так что давайте-ка попробуем измерить реальные параметры различных катушек индуктивности и понять все ли детали реальности нашли свое отражение физических формулах приступим в качестве первого шага давайте исследуем как влияет диаметр катушки на напряженность создаваемого ей магнитного поля чтобы поставить корректный эксперимент как всегда пришлось немного потрудиться вот так выглядит результат подготовки к измерению коротко остановимся на конструкции каркас для катушек спроектирован так чтобы обеспечить стабильность расстояния от первого витка до торцевой поверхности каркаса эту функцию фиксации по высоте выполняет специальный бортик из пластика заметим что все исследуемые в этом опыте катушки содержит по 20 витков медного проводника диаметром 0 8 миллиметров ток через обмотку во всех опытах поддерживается на уровне 650 плюс минус 0 1 миллиампер проводник укладывается в обмотку виток витку в один слой фиксируются клейкой ленты для обеспечения одинаковых условий измерения все изготовлены катушки проходили контроль общей высоты и длины намотки на соответствие допуску для обеспечения стабильности позиции при сканировании катушки поочередно фиксировались на рабочем столе сканера тремя нейлоновыми винтами в результате принятых мер удалось обеспечить необходимую стабильность расстояния между плоскостью движения датчика сканера и торцевой поверхностью катушки от опыта к опыту в начале сегодняшнего исследования давайте снимем сканер распределение напряженности магнитного поля над торцевой поверхностью катушки однако для анализа будет удобнее рассматривать горизонтальные срезы значений напряженности проведенные примерно по центру катушек посмотрим как выглядит средство напряженности для катушки диаметром 20 миллиметров добавим на график срезы сняты из катушек других различных диаметров мы видим как с увеличением диаметра намотки меняется форма максимума кривой среза изменения напряженности если для катушек малых диаметров мы видим достаточно острый пик максимума напряженности то с увеличением диаметра вершина кривой становится все более и более плоской а затем средняя часть начинает проваливаться по величине, обособляя локальные тороиды, формирующие витки катушки кольцевых проводников. Заметим, что изменение формы графика среза напряженности при увеличении диаметра намотки происходит значительно медленнее подобной трансформации, которую мы наблюдали в аналогичном исследовании для витков с током. И еще можно заметить, что с изменением диаметра катушки меняется также значение максимальной амплитуды. Однако изменение амплитуды магнитного поля при изменении диаметра катушки не демонстрируют однородной зависимости, а скорее проявляет неоднозначный характер как с положительной, так и отрицательной динамикой. На данном моменте стоит остановиться подробнее. В ходе эксперимента с витками с током, показанного в прошлом ролике, мы видели, как изменение диаметра витка влияет на динамику значений напряженности его поля. Анализ результатов еще тогда продемонстрировал наличие разнонаправленной динамики, проявляющейся сначала в резком начальном росте, а затем в последующем стабильном уменьшении амплитуды. Чтобы сформировать точку отсчета, давайте попробуем вспомнить, что говорят нам учебники при напряженность поля соленоида. Проверим, есть ли формула, по которой можно вычислить значение напряженности магнитного поля у торца катушки индуктивности. После первичного поиска в интернете был несколько удивлен скудностью найденной информации. В основной массе находятся откровенно простейшие концептуальные формулы, которые вряд ли могут отражать реальную ситуацию. Также в большинстве найденных формул фигурирует так называемый длинный соленоид. Длинным называется такой соленоид, у которого длина намного превышает диаметр намотки. Однако нас интересует короткий соленоид, такой, у которого длина сравнима с диаметром. Пришлось копать глубже. И, наконец, была найдена формула для расчета напряженности поля у торцевой поверхности катушки. Она базируется на законах Пиус-Авара-Лапласа для праведника стока. Расчет поля катушки осуществляется через достаточно сложные математические преобразования путем интегрирования множества аналитических значений напряженности для каждого витка, участвующих в формировании поля катушки. Как мы видим, формула включает в себя практически все интересующие нас параметры. С помощью данного выражения мы сможем сравнить значения, рассчитанные с его использованием, с данными реальных измерений. Для этого давайте подставим конкретные значения наших катушек в формулу и построим график зависимости значений напряженности поля катушки от диаметра намотки в соответствии с формулой, предлагаемой в учебниках. Что ж, теперь давайте построим аналогичный график, используя данные наших измерений. Для удобства анализа сместив его значение так, чтобы оба графика лежали в одном диапазоне. И тут нас ждет сюрприз. Мы с вами в очередной раз видим странную. Для простоты сравнения давайте временно заменим реальную кривую на аппроксимирующую. Анализируя два предложенных графика, мы видим значительные отличия между ними. Учебник физики утверждает, что с ростом диаметра катушки значение напряженности поля должно снижаться, однако у нас оно сначала достаточно долго возрастает и только затем, пройдя по логе максимум, начинает медленно снижаться. Таким образом, различия между аналитической и экспериментальными кривыми выглядят не количественным, а качественным. Возникает вопрос, возможно ли, что при получении экспериментальных данных была допущена ошибка. Для проверки этой гипотезы был проведен повторный цикл измерений для катушек всех диаметров. Давайте посмотрим на полученные данные. Как показали результаты повторного опыта, основная тенденция, обнаруженная в первом цикле измерений, полностью подтвердилась. Вернемся к нашему графику и на этот раз сосредоточим свое внимание на деталях кривой. Мы наблюдаем значительные флуктуации амплитуды порядка 10% от значения. Причем обе серии измерений обнаруживают их в одних и тех же местах, что может служить аргументом в пользу достоверности данных. Напомним, что ранее мы исследовали зависимости напряженности поля витка с током и в том опыте мы обнаружили максимум напряженности при диаметре витка в 4 миллиметра. Тогда мы предположили, что это может быть связано с диаметром используемого проводника. В нашем сегодняшнем исследовании мы используем точно такой же медный проводник диаметром 0,8 миллиметра. И вот теперь на графике мы наблюдаем локальный максимум напряженности при диаметрах катушек 8, 12, 16 и 20 миллиметров, численно кратных значению 4. Конечно, это может быть просто совпадением. Однако очевидно, что данный факт заслуживает дополнительного внимания при анализе. До полноты картины давайте посмотрим, как меняется величина напряженности поля катушки на ее оси в зависимости от расстояния до ее торцевой поверхности. Вот так выглядит цветной скан поля катушки 20 миллиметров при удалении от ее поверхности. Для удобства анализа снова стоит обратиться к срезам напряженности. Однако перед этим давайте вспомним о формуле из учебников и построим график аналитической зависимости напряженности поля катушки в зависимости от расстояния. Теперь добавим график, полученный по данным эксперимента, снова сместив значение так, чтобы оба графика лежали в одном диапазоне значений. И снова мы видим значительные отличия в форме кривых. Аналитическая кривая по форме выглядит намного ближе к прямой линии, чем построенная по данным измерений. Давайте построим графики для катушек нескольких диаметров, базируясь на вычисленных по формуле значениях. Теперь покажем графики, построенные по данным эксперимента. И снова мы видим отличия как по величине, так и по форме кривых. Попробуем внимательнее приглядеться к форме графиков. Для этого скорректируем масштаб кривых так, чтобы их начальные значения совпадали. Это позволит нам легко сравнить их форму. Мы можем отметить, что общая тенденция изменения формы кривых с увеличением диаметра в целом совпадает. Формы графиков все более и более утрачивают кривизну и начинают приближаться к прямой линии. Как мы видим, уже первый опыт в серии исследования катушек индуктивности позволил нам обнаружить много интересного. А ведь исследования только начинаются. Во второй части сегодняшнего видеоролика мы исследуем зависимость напряженности магнитного поля катушки около ее торцевой поверхности от количества витков. Начнем с эксперимента, отвечающего на вопрос. Как изменяется форма кривой зависимости напряженности магнитного поля на оси катушки от расстояния до ее торцевой поверхности при разном количестве витков? Вот так будет выглядеть схема эксперимента. Для примера давайте возьмем катушку диаметром 20 миллиметров и снимем ряд сканов, последовательно меняя число витков с 1 до 20. Посмотрим на срезы напряженности, взятые по оси катушки. Мы можем заметить, что с изменением числа витков форма кривой остается практически постоянной, а меняется только ее амплитуда. Теперь сравним расчетные и реальные графики распределения напряженности от расстояния при изменении количества витков на примере катушки диаметром 20 миллиметров. Слева показаны графики, построенные по формуле из учебников. Справа графики на основе реальных измерений. Мы наблюдаем, что характер тенденций изменения кривых в зависимости от количества витков на обоих диаграммах демонстрирует сходство. Однако форма кривых, как мы видим, имеет существенные отличия. Интересно было бы узнать, что происходит с напряженностью магнитного поля катушки в плоскости над ее торцевой поверхности при изменении количества витков. Для детального анализа сразу перейдем к срезам напряженности. Соберем все срезы, снятые с катушки диаметром 20 миллиметров на одном графике. Мы видим, что с уменьшением количества витков ожидаемо снижается амплитуда значений напряженности поля катушки. Также можно заметить, что одновременно меняется и форма верхней части кривой срезы напряженности становятся все более и более плоскими. При малом количестве витков середина графика начинает проваливаться, обособляя локальные тороиды, формирующие катушку проводников. Тенденции в изменении кривых срезов напряженности для катушек с диаметром 6, 10 и 30 миллиметров выглядят в целом схожи. Ну что ж, настало время проанализировать амплитуду значений и построить график изменения напряженности поля катушек в зависимости от количества витков. Однако прежде чем это сделать, стоит построить графики данной зависимости для катушек нескольких диаметров на основе формулы из учебников физики. Мы видим чисто линейную зависимость, что следует из предлагаемых формул. Давайте посмотрим график, построенный на основе реальных измерений. И снова, в который раз, мы видим некоторые несоответствия. Мы можем заметить, что форма реальных кривых достаточно сильно отличается от прямой линии. Теперь посмотрим внимательнее на полученные экспериментальные данные. В первой части видео мы с вами видели, как зависит максимальное значение напряженности от диаметра катушки. Эту информацию и сейчас мы можем увидеть в правой части графика. Однако теперь мы можем заметить, что соотношение напряженности полей катушки разного диаметра, измеренные нами для 20 витков, могут в значительной степени меняться при уменьшении их количества. Особенно интересен график, полученный для катушки диаметром 10 миллиметров. Мы видим, что он странным образом пересекает линии графиков катушек диаметром 20 и 30 миллиметров, демонстрируя более высокую эффективность генерации магнитного поля при количестве витков менее 8. Как и ранее, мы постарались исключить возможность получения ошибочных данных. Поэтому был изготовлен второй комплект катушек и, несмотря на сопутствующие временные затраты, максимально аккуратно был проведен повторный цикл измерений. Как мы можем заметить, форма кривых стала несколько плавнее за счет обеспечения большей стабильности условий сканирования. Однако результат повторных измерений в целом подтверждает достоверность полученных данных. В заключении хотел бы продемонстрировать еще два графика. Думаю, что их можно охарактеризовать фразой, что бы это могло значить. Итак, первый график. Каждая его кривая отражает зависимость напряженности поля катушки с конкретным числом витков от ее диаметра. Отлично понимаю, что количество точек на этом графике невелико, потому как снять порядка 700 сканов в рамках одного исследования представляется малореализуемым. Однако даже на этом графике можно заметить нечто интересное. Мы можем увидеть явный максимум значений напряженности для поля катушки диаметром 10 миллиметров в диапазоне от 3 до 7 витков обмотки. При увеличении диаметра катушек максимум перемещается в область диаметра 20 миллиметров и охватывает весь оставшийся диапазон количества витков. Возможно, стоит задуматься над более подробным изучением данного момента. Второй график. Вернемся к зависимости напряженности магнитного поля от количества витков для катушек разных диаметров. Теперь мы построим график, который отражает изменение величины напряженности при изменении количества витков катушки на единицу. Иными словами, график покажет величину разницы напряженности между двумя соседними количествами витков. Например, первое значение графика отражает, насколько изменилось значение напряженности между первым и вторыми витками. Следующая точка – разница напряженности между вторыми третьими витками. Для примера возьмем катушку 20 миллиметров. Смотрите, на графике обнаружится вполне различимые циклические колебания. Мы видим, что величина изменения напряженности между парами соседних витков имеет легко различимые минимумы и максимумы. Добавим на график кривые для катушек других диаметров. И тут нас снова ждет сюрприз. Можно отметить весьма неплохую корреляцию между кривыми снятыми для катушек разных диаметров. Минимумы в точках переходов между 4, 5 и 7, 8 витками и максимумы в точках переходов между 5, 6, 8, 9 и 12, 13 витками. То есть, похоже, что присутствует некая закономерность в изменении величины разницы в значениях напряженности между различными парами витков катушек. Выглядит интригующе, не правда ли? Суммируя результаты сегодняшней работы, скажу вам честно. Начиная данное исследование, предположить подобный результат было непросто. После получения результатов захотелось спросить у кого-то знающего, как же так? И тут в голову пришла сумасшедшая мысль. Сейчас стал моден некий чат-бот, предоставляющий доступ к искусственному интеллекту, обладающему огромной информационной базой. Вот я решил задать ему наш актуальный вопрос. Вот наш актуальный вопрос. Значит как? На основании теоретических предположений. Одно радует. ИИ, по крайней мере, ответил честно. На всем позвольте завершить сегодняшнее видео. Как вы видите, даже первый ролик на тему катушек индуктивности принес нам немало новых данных. Надеюсь, вам, уважаемые зрители, будет над чем задуматься. Благодарю вас за внимание. Встретимся в новых видео. С вами был Фантом.